всем привет друзья 23 апреля идем на работу погода у нас портится через день и так понял прямо по графику день более-менее сухо без осадков день пасмурно и с осадками вот сейчас уже все серое и асфальт весь мокрый то есть прям вот может час назад мы жил дождик право стопроцентно потому что свежие сейчас всего-то раскиснет и были опять будет налипать на колес все как хорошо уже вечером пыль пошла в поле а сегодня опять будет бяки-бяки ладно в целом вчера хороший день был посмотрим как сегодня уж не будем расстраиваться может быть с обед разойдется хотя симпатии дождь должен быть сильный по прогнозам синоптиков а вот уже дальше ближе к выходным там начинается потепление и к выходным там до плюс 15-17 градусов стоит тогда дело пойдут гору вам друзья увидимся на базе набираем воды для тракторов наши стационарные бочки кардан все поедем приехали Алексею начался дождик друзья мелкий противный мерзкий гадкий в общем дождик алексей отдыхает я вчера притащил можно сказать ну немножко притащил его не вчера оторвался кардан раздолбил крестовину и кардан стукнул по коробке разбил нижнюю крышку на коробке ну кто смотрел вчерашний день тому я тем я показывал и рассказывал ну и видели как тащил сейчас принес воды очень привезли воды надо залить хотя бы съездим с культиватором но не знаю если такая херня начнется то это все мандец на сегодня вот так вот ладно сейчас заправиться Максим Сергеевич приехал на заправку теперь у нас еще и заправлять будет потому что больше некому в общем не забыть кто придется сейчас надо вот так вот набирать, прогревается. Пойдем железки выкидываем сзади, на длинке канистру двадцатку положить в запас. А то не кончается в пять часов вечера топливо. Нет, друзья, никуда мы на все не поедем. Дождь лупит. Заправился я Олегу, тратер заправил. Наверное, пока что обождем. Будем стоять. Никто, ни севцы не уезжают. Да и я, культиватор, который оставил в поле. Цыплет не поедет в такую поводу. Поболтаю с ребятами. Лучше такой, плашмедный. А то отскорится. А такой вот у нас есть, Миш? Вот, надо снимать ее тоже, разбирать. У них разбил вилку. Серьезно, надо ее разбирать. На 55? В кабине? В кабине? На, на. Ты заебись там лежишь в спешных. А мы тут мерзнем. Где-то раскручиваешь. Ну, надо было. Они одинаково двухсторонно, наверное, да? Вылазь, сука, ебаный. Снимай, блядь, студент. Не мешай мне. Леха, подумай, да? С коленки мало. Да. Я участвую в процессе. О, так. Ремонт. Чего, можешь отсюда добавить? Чё, чё, ты тут, а? А это, наверное, отсюда уебать. Она один хуй не нужна. Кто? Крышка? А, чашка? Да. Чего-нибудь наставить надо. Другой молоток. Не идёте я её стучал. Ты её пробьёшь, что-то удивить. А, так понял. Она, ты сейчас дырку пробьёшь, мне кажется. Ну, можно. Всё равно её выбивать придётся. Ну, я понял, ты её выбивать. Чё-нибудь вот сюда наставить, блядь, сейчас уйдевать её туда. Э, ты сейчас, сейчас, подожди, у Олега всяких ништяков много. Молоток второй. Вот, есть вот такой большой молоток сейчас я. Вот, нате, большой вот этим вот ёбнешь, а я это подержу, на. Ну-ка, иди, кто-то. Давай, давай, я буду участвовать, и всё, я буду успевать. Во, давай. Блядь, в глаза не подъявляю. Вот. Ай, блядь. Идёт? Может, где-нибудь пожёстче поставить, блядь, крестовину, блядь, чтобы она не на весу была, нах. Вот, барабан тебе. Переверни. Не надо. Чё, он раскольце, что ли? Он же не железный. Да. То есть, он не чехонный, на порой. Ну, как-нибудь, да, крашка. Давай. А так вот вилку, бля, боюсь теперь, нахуй. Крася. Ну, я лучше у одного положу. Целиком, да. Так? Вот так, вот так. Чё, не убивать что-то? Да, крышка на это, никак. Да, я, короче, пробьётся, но... Ооо. Пошла, а может, теперь пойдёте так? Да и давай так выбивать, чё ты лучше, дядь, видишь, будешь долбить её? Блядь, там тут резьбу не запушать нам, блядь. На болту-то. А какой там болту? А как же, вот, эти. Крышки. А-а. Крышки-то, блядь. А она-то с сосерной вареной, а один хуй там чё. Давай посмотрим, чё там, дядь, видишь. Идёт. А теперь ё, мне, пойдём, вылетит, он уже вылетел. Она закушенная, блядь. Всё. А там крышки-то нет, надо заваривать будет, да, какую-то крышку, блядь, делать. А тебе эта вилка нужна тоже, да, Олег? Какую крышку чё? Это твоя вилка? Ну, да. А там крышка, блядь, не на болтах, там заваренная пластина была, а с той стороны... Да, вот с одной стороны вот пластина была, наваренного. Ну, видишь, там болтов-то нет ни хера. Ну, Лёх, тебе капнет, чё, у него сварка-то есть? Ну, да, да. Чё, тебе не капнешь, чё, Лёх? Лёх, сделать. Давай, димка. Чё, вон ещё, дядя, видишь? Вот она вот, надо. У него, видишь, вилка-то разъебала, тоже снимать оттуда. А-а-а. А они такие же? Такие они. Ну, верно. Димка, идёт так она? Да. Где подальше, Димка? Ты отон-то резьбу засводишь, блядь. Вот это. А, они одинаковые, иголки-то? Легко её, знаешь, одинаковые. Мне кажется, я трасс что-то объебался, тоже так вот. Да. А пробку-то, может, оставишь, Лёх, от неё, от крышки? Да, блядь. Ну, мало ли, приходится, потеряется. А! Холод, сегодня собачий. Сколько же, блядь, градусов-то на улице, блядь? Плюс три. Дождь кончился. Сейчас подвянет. Валять, бляди, надо. Ну, нихуя-то, нихуя-то. Иголки, целы? Сух только. Сейчас оно сухие, блядь. Заводим потяжелее, Олег. Сейчас опламываться будет, нахуй. Хуя-то, не идёт. Не берём. А, всё. Как вы, говорит, так ремонтируйтесь на коленках, а? Вот так вот, блядь, как мы. Один держит, другой лупит. Во, всё, вытаскивай. Хорошая чашка, Олег. Хорошая. Ну, тогда вот эта хусина с одной с этой, она нахуй. Что взять отсюда, вторую? Ну, а что, они тут, блядь, короче, нахуй, тут меньше, блядь. Такая же она, Олег. Ну, такая же, не моя. А в красавинах есть масленки? Одинаковые они. Одинаковые? То есть. Адня, вот, потом помацать. Одинаковые. Блин, да хуя за сон. Болт? А их тут по все затравили постепенно. Ну, да. Не, я буду барабан от выкинул, кайфово без него стало. Да, надо флянец туда вставлять, или болтый короткий. Ну, да, да. У меня что, это осталось, флянец. Смотри, когда разорвало-то его. Когда у него сломало, уклинило, редуктор. Да что, блядь, если ручника нет, что на бобаху, блядь. Да, вот ты хуя. И у меня отстоял, блядь. Я его поставил. А хуй туда собираю вот это крепление-то, блядь. Согнули, сломали. Согнули он, нахуй. Выпрямили, да. Что, снимаешь, что ли, ебался, нахуй. Можно бы, конечно, открутить, нахуй. А на той коробке не было. Да у меня тоже было, у Сереги все было. А что, тоже что-то у нее. Той лент, наверное. Ну, и, в общем, пока барабан выкинул. Сейчас и рычаг я весь отрезал от ручника. Да тоже на этом тракторе ручник, конечно. По дыркам что, сошли? Глубанный ворот. Чего? Неправильно поставил-то, блядь. Дырки нет, не сойдутся. Да, сука. Хотя Серега предупреждал, что по дырке не сойдутся. Давай откручься. Круто, ебался, он перевернул, блядь. Ну, крышка нулёвая, теперь, как хорошо. А то, блядь, что-то варить. Она не варится, лопается, видишь, как блядь. Хоть, да, чугунная. По чугуну надо как-то особо варить. Как Шмак говорит, его надо сфера нагревать. Температуру поддерживать, чтобы он еле-еле остывал. Барабан, Серега, держи-ка. А, барабан? Так, узкая. Бай, 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 бай. Ну, вот, да. Широкий. Холстень ебать, а, мрак. Парыгет, блядь, вообще. Сколько, блядь, плюс три, может, дай бог, на холях. Я хотел спросить, а что у тебя так кардан крутится? А ты передний мост отключил? Ну, да. Я думал, ни хера ты, какой син. А то, чтобы я его не отключал, может быть, и доехал. Ну, да. Сключен, вон, Крупцевый сделал. Хочу. Хоть есть чем поковыряться. Занятие на сегодня, блядь, пока дождь, на хуй. Да, так, плюс, крестовин так перебрал бы, и все, на хуй. А так еще и лючок поменял, и масло слил. Ну, и масло поменялось, хуйня. Да, ебесь, хуйня, блядь, недель не работали, ни хуйня, у нас тут у меня. А что, мы и недели не работали, если посчитать, блядь, сколько мы. Три дня там. Что три дня, мы там стояли, блядь, больше, на хуй. Ну, тут три дня мы работали, вот, вухлые, мы работали. Первые три дня мы работали, а потом мы все, уже, что мы там, блядь, полдня там, блядь, тут потыркайся, там бросим, тут дождь, тут ростой сошлись. Сейчас опять мы с нихуя, вчера вот день мы поработали, да, согласен, чина. Ну, грубо говоря. Пять дней. Пять дней мы, шесть, дай бог, с натяжкой полных-то ебанули. Время 12, пока мы ездили с Леонидовичем на базу, на вазике, за болтом карданным, приехали все, разбежались. Когда уезжать, когда-нибудь будут обедать, приехали. Только улег барабанит трактор. Савнардом обедает. Ну, в общем, Леонид сейчас доделывает. Масло в коробку заливает. Я помазал ролик, подлил масло в двигатель, так как эту операцию я с утра машинально пропустил. И сейчас хотел еще помазать машиной подшипник. Сцепление? Лех барабанит. Бля, Серега, у нас сходи к ним, пускам провалит вот здесь. А я хуйня, где к нему выйти, я никогда не был. Вон там он ходит, вон он лазит. А, он вон, да, стоит. Я думал, он дома, я дома. Вот туда? Ну, где резьба-то заворачь, да, 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 сверху. Леонид, в кабине порядок на лазь. Все по выбрасывал. Я разбросаю все. Харт, ничего не нужно. Сейчас лишнее все вон в комбайн забросано. Фильтрох, да, откручиваешь? Через фильтр сейчас. Бля, какой дурак заворачивал, блин. А ты не ставил еще болт тут? Какой? Карданный. Поставил все? Нет, кировские болты. Забивал нахуй. Они плотно садятся, да? Так, фазочку сняли с них, да? А фильтрат нету? Тряпочку, бля. Чисто фильтрат нету? А? С фильтра нету, кассет. Берут чисто, кассеты нету, новый. Поставить, поставить, кассет нету. Старую поставишь. Да вот, блядь, забыл, набыл в землю. Ну я про то и говорю, что уж. Масло свеже залили, да? Ну да, блядь. Старый. Ты хуся? Хотел еще, блядь, нахуй. Забыл, поделал. Пойду сам про... Шпри... 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 Пр... Внесу смазку в подшипник выжимной. Что-то меня, блядь, заедает сегодня. И надо за культиватором ехать в поле. И работать. Ладно. Так, 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 так. Опа. Ага. Вон он. У Катьков 20, наверное, сделаю. Ух, перебарщить не надо. Хорош. Надо лючок сюда. Надо сухий как-нибудь вырезать. Сделать. А то у Олега Леонидовича КП в осенье поставили трактор. Воды, говорит, натекло. А когда мотор стали делать, мотор-то сняли. А тут как воды хернет. Вот бывает, если... Ну, у меня такой проблем не будет. У меня там нижний люк тоже отсутствует. Вот так вот люк ниже стоит. Вода, говорит, набирается. Бывает, говорит, люди с места съехать не могут. Замерзает вода. Суприть замерзает. Не работает. Да и кого-нибудь строгутся. Завести не могут. Вот в общем даже проблема. Так, ну, вроде бы здесь все. Можно обедать и выдвигаться. Хотя немножко клапну крыльку, потер. После того, как мне масло и запнулось. Так, вроде кабинка-то маломальски. Оу! Сейчас. Какой? Вот это? Ты на вас, давай на... Нет, давай двадцатку на... Большую? Тебе что, на дверечок смотреть? Да, кстати, бля. Вон, поцарал. Че, тебе ведро наливать здесь? Можешь подавать ведро? Ааа... Олег культурный, разрывается. Переобувает кроссовку туда. Боишься испачкать в кабине? Конечно. Новую кабину, вдруг, мать. Не полный? Да так, что поудобнее, повалить. Запусти на полный, не надо. Блядь, наверное, у нас бачку будет лучше. Бак, тебе тут пустой, сейчас заведешь на выделок. У Афони на ЛТЗ. Ветро висит с передней на фаре, да? Как, кстати, тритарист ездит с ветром. О, ты как один заботишься. Вчера ты его, блядь, по колесу пинал, нахуй. Говорил, сука, пидорас, когда ты сдохнешь, нахуй. А сегодня ты мой сладкий. Поешь работать. Мы с вами денежку будем зарабатывать. Корбилиц. Мм, корбилиц. Это убийца твой, Олег. Тихий, тихий убийца. Да, он потихоньку уничтожает. Мы чьимся по полюсу, культиваторам, которые сдали вчера. Перед тем, как оттащить Олега Леонидовича к Алексею домой. Так, зацепить. А потом уже все эти операции на поводу шлангов. Конечно, были шланги, если бы на разрывных муфтах, было бы проще. Но были у меня тогда муфты эти. Есть постоянными пользоваться. То есть, при давлении, особенно при большой нагрузке. Какие сейчас запчасти, какие вот сейчас детали. То есть, муфты текут очень быстро. Практически новые. Все текут, сопливятся. Ну, вообще, их крепить нужно, по идее, жестко. Даже жестко закреплено быть. Либо на... Ну, скорее всего, это даже на трактор они быть закреплены. А держать их ради того, чтобы быстро отцепить агрегат, ну, как бы... Мне не особо сейчас приходится сплять агрегат. Осенью перецеплюсь. А так, в принципе, езжу с культиватором. Ладно, берем ключи и пойдем. Прицепим все сделано. Прежде наденем рукавички, мерчатки. Так, едем на ту сторону сейчас. Победы по-быстрому. Хотя, по-быстрому пообедаем. А что толку? Залома отмокла вся. Забивается. Культиватор. Короче, опять крутежка. Сплошная крутежка. Ну, трактор уже рычит весь. Натрывается. Немножко подымливает. У меня середка уже нагребла. Ладно, не будем насиловать детку. Немножко приподымаю. И растаскиваю. Опять захожу на загонку, опускаю. Еду. Набираюсь, так я и приподымаю. И вот так вот приходится. И вот так вот. Если бы не солома, было бы заебись, конечно. Два раза у меня, ну там-то уже такая ноженая. Где клик? Все по обедам еще подвянет как раз. Все поедем. О, сегодня блядь. Хером будет добивать, он сейчас с нами встанет. Чего вообще не видать? Я их. И очень не видно, что едет по загонке. Да, он так дорегулируется нахуй. Ну, нормально, ладно. Макаронки. А запах. Макарошек запах. Запах макарошек вкусный. Там колбаска есть копчененькая для запаха. И котлет там где-то внутри. И подливка с мясом. Вообще вкуснота у меня здесь. Ну, ладно. Всем приятного аппетита. Музыка. 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 Играет музыка. Да. И где тебе искать после косяка? В водохранилище переедешь нахуй. Да. Олег, прям буль, а оттуда быль. Да, да, да. В объемку, слышишь? С щуками с большими. По реке плывет собор из тела Кукуева. Ну и пусть себе плывет тот дерево, а ну его. Я слышу то, что есть тело Кукуева. Кукуева хочу я побывать. Твердят мне про Кукуева. Кукуева отсюда не передать. Село, село Кукуева. По улицам Кукуевским пройду. Там встречу к лавку обалду и ебу. С собой невесту приведу С собой невесту приведу Народки пишут песни про Кукуева Частушки про Кукуева Твердят мне про Кукуева А ну его! Там плавают по речкам топары Село-село Кукуева По улицам Кукуевским пройду Там встречу главку обалду и ву С собой невесту приведу С собой невесту приведу Я слышал то, что есть село Кукуева Мне за Кукуева подать рукой Твердят мне про Кукуева А ну его! Не плавай ты, Кукуева, подой Село-село Кукуева По улицам Кукуевским пройду Там встречу главку обалду и ву С собой невесту приведу 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 Твердят М IQ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Очень сыроват, конечно И на колеса налипает И вообще борно гребут И не пропускают землю через себя Гратор идет под нагрузкой сильный Особо не разогнаться Приходится потрясать периодически Очень хреноват, конечно, культивировать Средние где-то мы гитар по 30 Каждый делает Аппарат, конечно, цифры намного выше Аппарат мы обычно по 40 делаем Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Суровая погода, конечно... 25 минут Ну ладно, будем собираться... Термос... Чего, может, попьем чайку еще есть там немножко... Друзья, опять дождь... Сколько может продолжаться дождь... Это вообще... Это, друзья, не сев, это не пойми чего... Так работать вообще нереально и невозможно... Я не знаю, я уже... Вот такой... Это шестой весенний сев у меня... Блин, я... Ну, были моменты, когда у нас... Там два... Ну, три дня максимум... Там... Ну, всего... Времени сева у нас там были... Такие вот... Момент, когда дождь мешал... Там... Морями бросали... Домой... Разрешались... Ну, это вот каждый день... Мы... Вчера вот так день сели... Ребята... Вот три дня... Они, наверное, только сели по-нормальному... Вот... Полный день... Сегодня... До обеда простояли опять... Выехали с обеда, ребята... Пошел дождь... Вот... Я немножко заснял... Когда говорил с Градом... Пошел тут... Мы-то как-то... Мало-мальски... Вроде бы... Ну... Как-то... Тяжело, но... Прошли... В этот... Этап... Сушки... А у ребят... Он опять на два часа... Их наказал дождь... Они стояли... Потому что... Они работают по культивации... Она сразу намокает и липнет... Если у нас... Есть вот эта корочка... Ну, которая была как бы сухая... Потом ее... Намочило... Она все-таки мало-мальски... Ну, как-то еще это... Не так уж, блядь... Налипает... А у них это вообще нереально... То есть... Очень трудно, друзья... Я не знаю... Мои хозяйства даже... И сеять-то не пробовали... Честно говоря, блядь... То есть... Ну, вот пытаемся... Ну, мало-мальски уже засеяли... Ну, наверное... Так, гектар... Триста... Или... Чуть побольше... Я не знаю сколько... Даже... Не сдавалось подробностей... Сколько засеяно... Ну, очень трудно дается... Технику мы мучаем, блядь... Все этот... Нагрузка на технику сказывается... Вот как раз весной... Вот... Весенний сев... Даже осенний сев, скажу вам, блядь... Он легче намного... Потому что земля сухая, в принципе... Даже если идут дожди осенью... Там... Но если они, конечно, тоже не проливные... Не постоянные... Как у нас было... В тринадцатом году... Там... Постоянно шли дожди каждый день тоже... И мы... Посели в итоге... Где-то гектар... Шестьсот... Вот... Намеченных полторы тысячи... И то это там... С натягом... Получилось у нас... А так осенью... Земля сухая... В принципе... Ну, даже пошел... Там обдуло... В принципе тепло... Сейчас тепла вообще никакого нету... Температура на улице... Ну... Не больше... Пяти градусов... Так вообще... Четыре-три... Вообще ужас... Это не апрель... А вообще черт чё... Вот вам ранее... Весна... Ну ладно... Друзья... Все пока... До завтра... Увидимся... Надеемся... Будем что... Он в ночь прекратится... Провянет все... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok...